Всем привет! Сегодня хочу вам спалить одну фишку, позволяющую вам, уважаемые мои друзья, блокировать ненужные сайты на просмотре с вашего компьютера. Ничего это надо, это нужно для того, чтобы, если вы увлекаетесь серфингом, заработки на серфинге, не просматривать тяжелые, тормозные сайты, сайты лохотронов и сайты с автоматическим запуском видео. Итак, как это делать изначально? Переходим на ваш минчестер, вот диск C, каталог Windows, Sync32, Drivers, etc. Здесь есть такой файл Hosts. В этом файле в как раз прописаны все пути и запреты, которые можно придумать. Этот файл необходимо скопировать в какую-нибудь другую папку, как мы сейчас сделаем. Hosts. Так вот, опять копируем. Теперь жмем правка и смотрим его. Вот этот файл, он начинается вот так, копирается Microsoft Corporation, там бла-бла-бла. А дальше уже идут вот как раз мои запреты. 127.01 и дальше идет домен сайтов. Вот здесь мы видим эти ответкины, всякие приветкины, видео там ТТТ, всякие там АЗСПИ, прочие интернет. Вот они как раз эти ответкины, лохотроны, набухотроны идут. И список у меня вот такой вот огромный. Теперь как это работает на практике. Вот переключаемся в один из наших любимых проектов. Запускаем какой-нибудь грыжек. И смотрим. Вот открылся сайт, пошел тайно, как обычно. А мы берем этот сайт и копируем его в этот файл, в файл. Таким вот образом раз. Ставить. Берем 127.01, ну пак заглушку. То бишь, этот сайт теперь будет заменяться на заглушку, то бишь, локальное ядро вашего ноутбука. Сейчас мы его терминируем, сохраняем, файл сохранить, все, теперь копируем файл обратно, опять, ок, заменить, уменьшим правами, да, вуаля, все. Ну, теперь этот сайт я больше никогда не увижу при следующем просмотре. Сейчас будет капча. И это можно делать со всеми сайтами, которые вы часто просматриваете и вам уже надоели. Причем, неважно какого почтовика, где у нас вы закинули туда сайт, и если рекламодатель, лохотрончик будет его рекламировать на всех почтовиках, то его никогда больше сайт не увидите, пока вы его сами не выдернете из пик. Например, сейчас еще один сайтик, также сделаем, а вот как раз пример убитого сайта. Вот, сервер отказал подключение. Это значит, этот сайт уже находится у меня в списках на запрете в файле хостс. Тем самым я вижу такую прекрасную картинку, сайта нету, сайт заблокирован. Но является это хакерством, но в новом мошеннистом? Нет, это не является хакерством, но в новом мошеннистом. Вы банально настраиваете уровни доступа в своем ноутбуке, в сети интернет. То, что вы можете запретить, отказать доступ от того или иного сайта, это лично ваше право, хозяйское право, как владельца вашего компьютера. Так что смело можете блокировать подряд все, как называемые, говно-сайты, лохотроны с запуском кикадзина, видео, хайпов и так далее. И пользоваться. И тем самым еще и плюс экономить ваш веб-трафик. Ну, собственно, вот. Удачи вам, господа. Будьте вопрос, обращайтесь. Будьте вопрос, обращайтесь.